Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 непрозрачная где это может быть а может быть это в храме потому что это окно вот в эту счастливую райскую жизнь она в архитектуре в иконе в музыке то есть мы вот на этом клиросе каждый раз когда здесь собираемся рисуем эту жизнь о которой все мечтают какая задача церковного хора так по большому счету вот есть такое понятие в живописи обратной перспективы где человек подойдя какой не глядя на нее становится центром экспозиции всей то есть эта икона написана таким образом что ты становишься центром этого события которое изображено на иконе вот как бы так нарисовать эту икону звук чтобы каждый человек который пришел в храм стал бы центром того что мы здесь пытаемся изобразить через свою работу это же тоже в общем серьезный труд как бы сделать так чтобы мы могли помочь каждому человеку молиться и на создать такой атмосфер при которой ты не можешь выйти оттуда потому что ты реально понимаешь что здесь есть какая-то тени того райского места куда в общем стремится и каждая душа поэтому я так думаю что вот задача предназначения церковного хора состоит в том чтобы а это практически 90 процентов всего богослужения это хор то есть мы имеем такую колоссальную нагрузку колокол зальная нагрузка который нужно трансформировать в легкость восприятия в легкость восприятие жизни даже можно так даже сказать а а а ПЕСНЯ 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 сосредоточиться на молитве но с течением времени я поняла что мнение это было ошибочным и как бы так вот ну нашла себя наверное здесь в этом храме ведь мы же сейчас поем не только участвуем не только богослужениями да но и выступаем периодически на светских площадках а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 подсознание ощущаешь насколько вот это единение просто вот как мост такой как ниточка то которая связывает народ прихожан духовенство и наш хор когда вот так все знаете очень идет складно и ты даже не задумываешься об этом там какая нота какой тон дан ты повторяешь за словами священника ты отвечаешь и то есть это какой-то такой диалог а мы делаем одно общее высокое дело творим молитву богу а 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 мой друг привел меня в храм мне это стало очень интересно сам я по профессии своей исполнитель народных песен ой да на дворе стучит топорик народники поют не только народные там и деревенские песни да они также поют и духовные стихи потому что допустим бабушки когда убаюкивали своих сыновей они тоже и молитву прочитают и испоют какой-то духовный стих то есть это все в общем-то соединенное и все это соприкасается а а а а а а а а а буквально с первого курса я уже начала петь в храме тогда это было опасно и за это можно вполне было лишиться студенческого билета но потом постепенно когда уже шло время застал потребностью я понимала что это уже далеко не театр что это необходимо для каждого что литургия это смысл жизни человека в нашем хоре удивительная атмосфера это конечно уникально как раз вот наш регент он дает возможность каждому проявить себя и почувствовать себя единым организмом это тоже очень редко понимаете вот и на его лице есть улыбка всегда это такая большая редкость удивительный этот человек он все время радости и вот эта радость духовная в конце концов радость она передается нам уже как исполнителям а и и и и и и Илья Борисович очень духовный человек и так настолько аккуратно ведет всех певчих и тем самым их объединяя, не разъединяя. И, мне кажется, находясь в этом хоре, люди становятся еще более духовными. Очень важно. Все уже. Все. Финиш. Финиш. Раскрылись и можно на этом закончить. Босы не поют. Босы просто стучат на ноты. Не поют. Мягкость такая же должна быть, как у альтов. Так что, получается, стало. Храм – сакральное место. И здесь божественная благодать концентрируется, сосредотачивается особенным образом. Есть два мира. Есть нетварный мир и есть тварный мир. И вот задача служителей храма, в том числе и нашего хора, заключена как раз в том, чтобы служить неким мостиком, неким посредником между миром тварным и нетварным. Светская музыка, она стилистически отличается от духовной музыки. Яркие выразительные тона в светской музыке, непозволительны в духовном исполнении. Ну, я не знаю, например... Или, допустим, исполнение духовной, более молитвенной. То есть это прикрытый, одухотворенный звук. Ну, например... Отче наш, иже есть и на небесе... Святый Боже, святый крепкий, святый Сын, и хранит у нас... Вот один мой однокурсник, он был регентом, позвал меня попеть. Пришла, попробовала. Все так сложно. Какие-то слова нужно петь. В общем, это называется «глазы». Когда ты открываешь текст, а нужно петь музыку. Как это делать? И все стоят, поют. В общем, было очень тяжело. Первые несколько минут ты встраиваешься, вот как они это делают. Здесь куда пойдет голос, а здесь прислушиваешься. То есть ты очень напряжен первое время, потом уже ты понял, какие у них особенности, например, на этом клиросе, и чувствуешь себя более свободно. Церковь, конечно, для меня была чем-то вот очень сложным. То есть это вот что-то такое вот... Я отдельно, а это отдельно. И даже вот я помню, что первые молитвы какие-то были очень смешные. Там, мол, к святому подойдешь к иконе и передай привет папе. А потом уже через много лет ты понимаешь, что этот святой, он тебя услышал. И ты уже чувствуешь через этого святого связь. И с родителями, и с другими людьми, которых нет. Это было для меня открытием. История반. Меня зовут Бентц, меня зовут Йоханнес, я был из Суэдин. Мой путешествие в Ортодоксе было долго, но я вернулся домой в Ортодоксе. Я вернулся от протестантского background, мой отец был пряст в Лутеринской церкви. Я работал в Хауаи за 17 лет. Я встретил мою будущую жену, которая русская. Она учится в английском. Мы結婚 в Хауаи, мы получили наш деньмон. Она спросила, «Может ли я переехать в Россию?» Я сказала, «Я люблю тебя». И вот я в Москве. «Ортодокс» 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 Я был призван на службу вооруженной силы, служил в воздушно-десантных войсках. И там я опять же соприкоснулся с верой воинствующей против зла. Жене спасения, и изидеть тот ебал и возвратиться в землю свою, в твой день погиблся, о мышлении дай его. Здесь достаточно тонкая грань. С одной стороны мы подставляем левую щеку, когда нас ударили по правой. С другой стороны, мы должны защищать веру и должны защищать народ. Русский воин – это воин света, это воин добра. Несмотря на какие-то неудачи, мы всегда поднимались. Мы всегда одерживали верх без какой-то агрессии, без зла. Но с верой и с пониманием того, что нужно защищать и во имя чего нужно воевать. Я считаю, что пение в патриаршем хоре и боевое искусство – это две части моей жизни. Я пытаюсь удержать себя в хорошей форме и жду приказа. Пойду в бой, один против ста, во имя Христа. Параллельно организовалась, образовалась такая некая деятельность еще очень интересная в Московском военно-музыкальном училище. Поступило такое предложение, чтобы заняться с мальчишками изучением клиросного дела. Песня. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Я это место помню, когда здесь еще было, ну если не болото, то учившись в училище музыкальном, мы здесь по плаванию нормы сдавали. Субтитры подогнали Симон. Всего, что видно, всего, как слышно, всего, как себя чувствуешь, этого всего ничего не было, но снаружи было видно. В свое время раньше ездил вокруг, что это здесь делают, храм Христа Спасителя, ай да ладно. И вдруг он ни с того ни с сего вырос. Начали с часовинки, с деревянной, с закладного камня. Так вот, когда нас сюда привезли, на самый, на самый, на тот верх, кое-где еще что-то расписывалось, свет, штробили что-то. То есть, ну обыкновенная, лохматая стройка, можно сказать, долгострой еще в таком советском плане, сплошь бетон, пыль. Ну, кроме того, что храм был воссоздан в таком же виде, в каком он был, существовал до его разрушения, перед нами стояла задача не только восстановить его в той форме, в которой он был, восстановить живопись, внутреннее убранство, внешнее оформление храма, но главной задачей было воссоздать ту духовную атмосферу, которая всегда присутствует в наших православных храмах Русской Православной Церкви. Первое, из-за чего человек, ну так сказать, зацепился в храме, это хор. Это золото особого рода. Особого рода. Оно по другому поводу. Человек не просто себя здесь ощущает или чувствует, а он вот парит душа. Что такое патриарший хор? Я думаю, на этот вопрос вам полно ответил бы сам патриарх Кирилл. Хор главного храма Русской Православной Церкви, храма Христа Спасителя в городе Москве, естественно, имеет особое значение для литургической жизни нашей церкви и для духовной культуры страны. Поэтому велика ответственность на руководителей хора, на Илье Борисовиче Толкачеве, который с этой ответственностью замечательно справляется, и на всех, кто участвует в работе этого хора. Очень важно, чтобы пение в храме не только отличалось техническим мастерством, что само собой разумеется, и что также очень необходимо, но чтобы это пение помогало людям, даже в полной мере непонимающих текстов, которые исполняются, сердцем почувствовать смысл и прикоснуться к благодатному таинству православного богослужения. Вот почему иногда действительно, не зная даже богослужения, не только славянских текстов, люди, приходя в храм, чувствуют веяние божественной благодати через ту духовную культуру, которая к ним прикасается, и в первую очередь слыша замечательное православное пение. Я хотел бы пожелать помощи Божией нашему патриаршему хору и призываю на всех его тружеников Божье благословение. Это очень высокая материя, патриарший хор. Божье благословение 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 Божье благо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Александров до революции был регентом Наш замечательный музыкант, дирижер, основатель ансамбля советской армии Александров Автор советского гимна и гимна России И война священная, написанная им в самом начале Великой Отечественной войны На пятый день Великой Битвы родилась эта песня Он писал в советское время духовные произведения Будучи главным дирижером Большого театра Он создал ансамбль песни и пляски его имени И продолжал писать духовные произведения, как сейчас говорят, в стол Без всякой надежды на то, чтобы его произведения исполнялись Я думаю, мечта его несбыточная сбылась А песнопение он писал очень высокой духовности И я думаю, что мы достигли того уровня, которого бы желал сам Александров И мы будем продолжать его дело Единственное, к чему вообще призывает православие Это к светлой и радостной жизни ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.